Привет, друзья! Сегодня у меня для вас рецепт вкусного, сытного торта из печёночных блинов. Существует очень много вариантов печёночных тортов, хочу предложить вам свой. Я готовлю из куриной печени, но с таким же успехом можно использовать и говяжью. Куриную печень достаточно разрезать пополам и удалить пленки, что связывает. Добавить яйца, соль и измельчить блендером в однородную массу. Если вам удобнее, можете пропустить печень через мясорубку. Влейте немного молока, примерно третью часть. Всыпьте просеянную муку, замесите однородное тесто без комков. Если комки все же образовались, можете немного пробить тем же блендером. Влейте оставшееся молоко, все перемешайте. Вот такая консистенция теста. Тесто прикройте и дайте ему полчаса постоять. А за это время можно сделать заготовку для крема. Для этого растоплю на сковороде сливочное масло. Можно использовать растительное. Обжарить на нем сначала лук, нарезанный четверть кольцами. В данном случае нарезка никакого значения не имеет. Затем морковь пару минут. После того как овощи слегка обжарились, нагрев уменьшать до минимума, закрывать крышкой и тушить до готовности. Когда овощи готовы, нагрев выключить и дать им остыть. В тесто вливать растопленное сливочное масло. Можно использовать растительное. Если постояв, тесто стало излишне густым, можно добавить в него немного молока. Первый блин я жарю на той сковороде, где растапливала сливочное масло. И больше смазывать ее не буду. Нагрев держу средний. Тесто каждый раз промешивайте. Диаметр этих блинов у меня небольшой, примерно 18 сантиметров. И таким образом жарить все остальные блины. Из данного количества теста у меня вышло 16 тонких печеночных блинчиков, диаметром 18 сантиметров. Один ушел на пробу. Друзья, на нашем канале множество рецептов на любой вкус. От повседневных до праздничных блюд. Если вы хотите найти какой-то определенный рецепт, вбейте в строку поиска Ирина Кукинг, название конкретного блюда и нажмите Enter. Теперь нужно сделать крем. Для этого я беру сливочный сыр. Сыр я достала заранее, он у меня комнатной температуры. Выкладываю к нему остывшие овощи. И пробиваю все погружным блендером. Соль я не добавляю, потому что у меня сыр подсоленный. А вы попробуйте потом, если нужно, добавьте. Для пикантности можно в этот крем добавить чеснок. Но меня попросили этого не делать. Ну и теперь у меня есть крем, есть коржи в виде блинов и можно собирать торт. Поклонники перфекционизма могут обработать торт кремом по периметру. Но я оставлю такой художественный беспорядок. Для украшения торта сделаю небольшие рулетики. Так как торту все равно нужно припитаться, этот рулет для украшения я тоже пока положу в холодильник или даже в морозильник. Я подержала рулет немного в морозильнике и теперь можно его тонко нарезать и украсить торт. Я желаю вам приятного аппетита! В конце видео я напишу варианты возможных начинок. Как можно разнообразить этот крем. Разнообразить этот крем. Поклонники перфекционизма Кухонные письки! Поклонники перфекционизма